Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Вчера остро захотелось тефтелей. Сочных, нежных, в густом соусе, в ароматном таком, в грибном, таком, знаете, на основе соуса велюте. И я вспомнил, что я вам этот рецепт еще не показывал, надо исправляться. И сейчас приступим, но сначала надо подправить нож. Почему я это говорю? Ну, периодически появляются странные товарищи, которые говорят, что ты как без энтузиазма относишься, что ты говоришь, что ножи надо точить. Да, представляете, чтобы ножи были острые, надо точить. И я, ну, естественно, для каждодневной готовки я этим делом не занимаюсь, они не так острые, но, открою вам секрет, практически перед каждым вторым роликом я нож подтачиваю для того, чтобы в кадре он резал прямо вот. И сейчас то же самое. И покажу, как я это делаю. Вот у меня камушек двухсторонний. Сначала, естественно, нужно камень выправить, чтобы он был гладенький, ровненький. Ну, а потом уже можно и править нож. Вот есть удивительные люди, которые считают, что нож должен оставаться острым всегда. Да, действительно, есть такие ножи, если их купить и повесить вот так вот, к примеру, и не пользоваться. Да, они будут оставаться острыми вечно, но реально их надо точить. Вот тогда они будут острыми. Для кухонных нужд мне вполне хватает вот этого двустороннего камня с зернистостью 3000 на одной стороне и 1000 на другой стороне. И по времени вот эта вот правка, эта заточка занимает, ну, в общей сложности, наверное, минут 5-7. И что я хочу сказать. Вот у меня были еще Феликсы Золингены, которыми я сейчас не пользуюсь, ножи. Они вроде как и дороже вот этого самого хайкарбона МОВИ, но, тем не менее, их приходилось точить чаще до такой же страты. Поэтому вот этот, чем мне нравится, хоть он и в руке лежит, чуть-чуть похоже, чем Золингены, но заточку держит лучше. Это удобнее. Так, что касается тефтерий. Показать их надо, конечно, потому что они очень простые и соус простой, но при этом очень вкусный. Я собираюсь для фарша использовать индюшачьи ножки. Хотя, на самом деле, какое конкретно мясо брать, по большому счету, неважно. Вкус, естественно, будет отличаться, но рецепт это не догма. Это принцип приготовления. То есть, основные этапы, основные способы переработки. С этим вы разберетесь. Смотрите, какие у меня ножки у индейки. Умел бы жонглировать, обязательно использовал их в качестве булав. Хотя, играть с едой категорически неверно. Чем тефтери отличаются, скажем, от фрикаделек или котлет? Ну, во-первых, тем, что тефтери жарят либо тушат в соусе, а фрикадельки варят. А котлеты тоже жарят и иногда даже подают с соусом. Но котлеты подают с соусом. Жарят их отдельно, а тефтери именно в соусе доготавливают. В общем, с терминологией разобрались. С соусом разберемся чуть попозже. Давайте начинать. Начну с кипячения воды, чтобы рис отварить. А сам займусь грибами. Соус-то у меня будет грибной. Так, сразу же несколько ломтиков надо нарезать покрупнее, чтобы при подаче готовое блюдо украсить. Остальное можно резать помельче. Вот этот момент с нарезкой покрупнее совершенно не обязателен. Ну, вы понимаете. На сковороду наливаю растительное масло, в данном случае рафинированное, и отправляю сюда грибы. Отлично! Пусть варится до полуготовности. Теперь лук нарежу хубиком некрупным. Крупности даже формат нарезки здесь по большому счету не важен. Все равно я после окончания обжарки собираюсь этот соус, эти грибы, этот лук, как говорят профессиональные повара, блондернуть. И лук тоже отправляется к грибам. И сразу перемешать. Отлично! Все, пусть обжаривается. Сначала грибы дадут сок, потом этот сок выкипит, и вот только тогда начнется непосредственно обжарка. Когда грибы потеряют влагу, начнут обжариваться, вкус начнет концентрироваться. Короче, продолжу. Займусь фаршем. Мясо надо срезать с косточек. Шкурку, кстати, тоже пущу в фарш. А теперь все это добро надо пропустить через мясорубку. Осталось в фарш добавить всякого разного и вымешать. В качестве всякого разного будет соль, молотый перец, рубленый чеснок, панировочные сухари, размягченное, практически уже растопленное сливочное масло и рис. И остается вымешать. Долго мешать, конечно, не стоит. До однородности и хватит. Не забываем про грибы. Смотрите, отличное состояние. А теперь соус, скажем так, по мотивам виллете. Ну, тот же самый бешамиль, только не на молоке, а на бульоне. Масло здесь уже есть, но оно растительное, его немного, поэтому добавлю сливочного и муки. И перемешать как следует. Так, пусть немного мука обжарится. У меня есть время накрутить тефтелей. Успел. Пора добавлять бульон понемногу, тщательно вымешивая каждую порцию. Главное не торопиться и не бухать сразу весь бульон. Тогда комочки образуются. Смотрите, какая красота. Нет, конечно, блендер в любом случае все разобьет, но лучше все-таки комочков не допускать. Будет более однородным. Вот так. Отлично. Пусть греется, томится. Тефтель можно обжаривать уже. Начну процесс на сковороде. Масло. Оно, естественно, должно нагреться и тефтели. Их надо, конечно, запанировать, чтобы поджаривались они получше, чтобы корочка была чуть порумянее. Эта корочка нужна только ради вкуса. Панировку надо получше отряхивать, чтобы она не отлетала на сковородке и не горела отдельно. Я хочу сковороде их подрумянить, так сказать, довести до полуготовности, а завершать процесс буду уже в соусе в духовке. Так, ну, кстати, и соус надо довести до вкуса. Во-первых, конечно, мускатный орех. Вот так вот. Отлично. Какой ароматный, а? И черный перец. И перемешать. Вот так. Бульон у меня, кстати, был соленый, так что сам соус солить не буду. И не забываем про тевтели. Их надо фламбировать. О, какая красота. Он в бренде ароматный. Поджечь. Спирты выгорят, аромат останется. И вот этот аромат сделает общий вкус блюда очень интересным. Любой, кто будет есть, будет прислушиваться к ощущениям, будет, блин, что это за привкус такой? Интересно. И что это такое? Он будет явно чувствоваться, но настолько неуловимый, что угадать, что же за привкус очень сложно. И это дополнительная, так сказать, нотка, дополнительный интерес блюду придает. Вот эта вот система, способ фламбирования. Отлично. Надо залить соусом, перемешать и прямо так в духовку. Температура 200. Верхний и нижний нагрев. Хватит, я думаю, 20 минут. А я за это время как раз успею отложенные ломтики грибов поджарить. Это которое для украшения готового блюда. Их можно посильнее, поярче. Так, ну у меня небольшой перерывчик, пока тефтели доходят до готовности. Грибы дорумяниваются. А у вас, для тех, кто готовит основные этапы готовки, и небольшая экскурсия по нашему районечку. Теулада. Муниципалитет в провинции Аликанте. Находится приблизительно в трех километрах от моря. На самом деле, Теулада – это городок, который состоит из двух частей – Теулада и Марайра. Теулада находится в трех километрах от моря, а Марайра находится непосредственно на берегу. Население – один с половиной тысяч человек, из которых 55,5% – иностранные граждане. Ну, иностранные в смысле не испанцы. В центре города вы видите очередную церковь. Ну, как вы понимаете, тут в каждом городе своя церковь. Очень эффектная, очень симпатичная башня. Ну, и больше городок, наверное, ничем не знаменит. Хотя нет, вру. В этом городе был потрясный, совершенный ресторанчик, который держали бельгийцы или французы, который торговал блюдами из свежайших морепродуктов. Мы очень хотели туда попасть, но опоздали. Они перебрались в какой-то другой город. Куда – не знаю. Все запомнили. А я уже успел подготовиться. Так сказать, завершающий штрих. Грибы сверху для красы. Вот такие тевтельки из индейки. Так, грибочек, наверное, сначала утащу. Отлично. Это, знаете, такой стандартный прием для того, чтобы едоку как бы подсказать, а с чем соус. То есть он прислушивается, грибы что ли, а тут ему подсказка. Вот, да, грибочки. Сразу ясно становится. Ну и тевтельку с соусом. Ммм, прелесть. Ярко-чесночные, с перчиком, такие сочные. Рис сделал их более пушистыми, что ли, более мягкими. Ой, просто сказка. Как раз то, чего хотелось. И, конечно, соус. Соус просто какой-то бомбический. Я, конечно, здесь вот аккуратненько так по ресторану положил соуса немного. Но закатанно-то я в тарелочку соуса, будь здоров, так навалю. И, ой, просто песня. Вот как раз то, что мне и хотелось. Очень вам рекомендую готовить тевтель с таким вот соусом. Не обязательно, конечно, с филюте грибным. Можно делать с бешамелью. Это классно. Это не сложно совсем, как вы видели. Но это классно. Короче, на этом на сегодня у нас все. Огромнейшее спасибо вам за то, что вы смотрите, за то, что ставите лайки, за дизлайки, за ваши комментарии. Отдельное спасибо тем, кто делал эти репосты. Естественно, благодарность спонсору Саморе, потому что на жизнь Самора ты как будто насильно делаешь. Друзья мои, я не такой бедный человек, чтобы из-за копейки удавиться. И нет, я буду рекламировать то, что мне не нравится. Мне нравятся ножи Самура. Не все линейки, не вся линейка. Нет, мне нравится вот этот хайкарбон мови. С ним я вот нашел общий язык, мне удобно. И нравится, что этот нож держит заточку лучше, чем мои старые Феликсы Золингены. Вот, я перед тем, как готовить, ну вот раз в неделю у меня получается, да, направку ножа на камешке трачу, ну от силы там 3-5 минут, и вы видите, как он режет. Так что вот так что. Короче, готовьте эти замечательные тефтели. Готовьте другие тефтели, делитесь своими рецептами. Огромное спасибо. Всем пока.